Продолжение следует... Я хочу сказать, что пожарную машину, наверное, я не буду покупать. Обзор на неё, скорее всего, не будет. Флагман 4170 я пока тоже не планирую покупать. Он, на мой взгляд, пока неоправданно дорогой. Но если вам интересно моё мнение о флагманском наборе, напишите в комментариях. Я могу снять небольшое видео, где я расскажу свои мысли по поводу него. Я, конечно, читал, смотрел разные обзоры и определённое мнение уже составил. Ну что ж, перейдём к виновнику сегодняшнего обзора. Ну ладно, ни в чём не виноват. Это классный набор. Коробка большая. Это не флагманский набор, второй по величине. Но коробка очень тяжёлая. И в этом наборе наибольшее количество деталей из набора 2017 года. Почти 2400 деталей. Во всех остальных наборах намного меньше. Инструкция очень толстая книжка. Почти 400 страниц. И сборка довольно долгая. Если вы там собираете по вечерам, то пару вечеров точно займёт. Может, даже больше. Перед нами явно не серийный внедорожник, а специально переделанный для, видим, каких-то экспедиций. Мы видим, что он на гусеничном шасси, а не на колёсах. И модель выглядит прикольно. Она очень большая. Почти 45 сантиметров. И что радует, большое внимание здесь уделено мелочам. Здесь проработан очень хорошо дизайн. И оптика есть. Тут и шнорки, зеркала, запасные траки, багажник, канистры для дополнительного топлива. То есть в этот раз не стали на каких-то мелочах экономить. И это создаёт очень приятное впечатление. Модель выглядит классно. Хотя, мне кажется, если бы верх был белым, например, ну, каким-то светлым, выглядел бы ещё лучше. И, конечно, не очень нравятся мне эти все пёстрые наклейки. Их тут много. И они, правда, какие-то, ну, странные. Все какие-то... Разных ещё куча цветов. Какие-то они непонятные мне. Ну, ладно. Плавно перейдём к функциям. В модели полный привод с дифференциалами. Неразрезные мосты спереди и сзади. С подвесочкой. Всё как полагается. Спереди мягкие мультизаторы, сзади жёсткие. Радует то, что, наконец-то, в техник пришли резиновые накладки на гусеницы. Получше подкатаются. Не на всех этих поверхностях. На ковре вообще идеально крутится. Хорошо вычисли на столе. Иногда проскальзывают, но в основном хорошо работают. Вот видно вам, что ваши крыши работают. А с моей стороны, на самом деле, не очень. Ну, да ладно. Центрального, да, дифференциала нет. Дифференциалы в мостах только стоят. И идёт привод на 8-цилиндровый V-образный двигатель. Ну, всё тот же. Такой же, как в 92-м году. Ну, тут тоже есть какая-то детализация. Капот открывается. Рулевое управление традиционно выведено на крышу. Ну, и рулится он для гусеничной модели традиционно плохо. С большим усилием. Ладно, может, я попробую показать на какой-нибудь тряпке, на ковре. Ну, на гладких поверхностях, да, он катается. Конечно, так себе, это ожидаемо. Но на ковре будет хорошо. Посмотрим чуть позже. Ну, даже не пришлось прибегать к ковру. Потому что стол с более шашавой поверхностью, по нему уже хорошо едет модель. Без проблем гусеницы крутятся, не проскальзывают. Так что резинки действительно помогают. Ну, и заодно, надо сказать, что здесь есть такая вот степень свободы у гусениц. Ну, в принципе, как у реальных машин. Но это здорово, чтобы переезжать к препятствиям. Тяжело поворачивать. Двери состоят из двух частей, как в наборе 84-66. Но открывается, правда, не там кнопка была на крыше, а здесь просто рукой. Ну, там пружинный механизм фиксации. Они так вот защелкиваются. Дальше у нас здесь отсек для огнетушителей и аптечки. С другой стороны такой же, но без аптечки, только с огнетушителем. В задней части машины у нас багажный отсек. Дверца имеет механизм фиксации. Очень приятно работает. Оп, открыли, закрыли. Ну, тут все просто, но приятно. Здесь у нас пустое место верхней части, а внизу ящичек. В нем у нас... Сейчас достанем... Лопата. Ну, видимо, ящик, наверное, для песка, чтобы добавить в нужных местах сцепление с дорогой. Все эти мелочи, они очень радуют, но не хватает одного для полноценной игры с моделью. Это какого-то человечка, что ли, за рулем. Ну, чтобы можно было как-то это играть, какие-то сюжеты придумывать. А так, ну да, прикольно, есть лопата, но если ребенок захочет с этим поиграть, все равно нужен будет какой-то персонаж, на мой взгляд. Но это круто, что столько мелочей продумано. Багажный отсек. У нас доступ есть дополнительный через верх. Специальная ручка с левой части поднимает крышу. И туда можно что-нибудь класть, убирать. Там довольно вместительно. С правой стороны машины тоже есть ручка. Она у нас управляет лебедкой. Крюк лебедки не получится просто так вытянуть, потому что там механизм фиксации с резиночкой очень прикольно сделан. Вот мы его убираем, и все, дальше можно тащить автомобиль. А, соответственно, ручка позволяет вытянуть обратно лебедку. Очень здорово сделано. Оп. И потом обратно. Ну, механизм очень здоровский. Прямо изюминка модели. Перед тем, как подвести итоги, несколько слов хочется про детали сказать. Ну, во-первых, конечно, темно-фиолетовые детали порадовали. Появились новых видов. Они были до этого в карте. 42, 0, 48, по-моему. Ну, там был всего один вид панелей, а здесь уже побольше. Вообще, панелей здесь много разных. И прямоугольных много. И черные, и темно-серые есть. Новые закругленные появились. Темно-серые. С точки зрения подвески и ходовой части неоднозначный, я бы сказал, набор. Амортизаторов 6 штук есть. Дифференциалы. А вот шестеренок немного. Карданов много. 10 штук. Гусеничек. 100 с чем-то. Траков 108, что ли. И резиночки. Вот для них тоже вещь, мне кажется, полезная. 50 штук имеется. Ну, рамок там немного. Вообще, естественно, набор большой, поэтому всего по мелочи здесь довольно прилично. Поэтому как донор, он хороший, как бы такой универсальный набор. Для автомобилей, ну, наверное, шестеренок маловато. Ну, в принципе, есть все, что надо, не считая колес. А так, коннекторов тоже много. Много полезных. Вот желтых довольно много. Таких желтых мало было до этого. Ну, и как обычно, привожу список всех деталей. Кому что понравится, посмотрите. Ну что, перед нами очень детализированный и функциональный набор, на мой взгляд. Стоимость у него не завышена, потому что электрики в нем нету. И мне кажется, что это хорошо. Потому что действительно деталей много, а при отсутствии электрики получается довольно приятная цена. И наверняка она станет еще более приятной через пару месяцев. Так что, как донор, он классный. Да и на полку поставить его круто. Может кто-то пересоберет в других цветах. Тут можно разные комбинации придумать. Фиолетовый можно на оранжевый заменить, у кого есть Порше. Потому что эти арки пока только в оранжевом и в фиолетовом цвете. Ну, верх тут можно в разных цветах собирать. Наверняка много всяких модификаций появится. И какие-то мелкие косяки в дизайне еще подправят. Ну, мне вот так не хочется к чему-то придираться особо. Мне кажется, что он проработан достаточно хорошо. Нет каких-то явных там дыр, что-то такого, что бросается в глаза. Мне он понравился. Ну, только вот пестрые наклейки смазывают впечатление. Ну, как бы, ладно. отдеру потом. Вот. Пожалуй, все, что хотел бы рассказал. Мне понравился набор. На мой взгляд, один из лучших в этом году. Ну, наверное, не лучший все-таки. Мне кажется, что лучший самолет из первой половины. 42.066. Да. Обзор в нем на канале можете посмотреть. Ну, все. До скорого. У меня тут на подходе еще новые видео. Так что скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok